Я приветствую вас на своем видеоблоге, посвященном натуральной медицине и ее методам для лечения различных заболеваний. Сегодняшняя тема – это использование натуропатии при раке молочной железы. Давайте начнем. Итак, натуропатии используются при опухолевых заболеваниях. И важно учитывать один очень важный факт. Использование вот этих альтернативных, комплементарных, ну то есть по сути дополнительных методов возможно лишь только после стандартных методов лечения. А к стандартным методам относятся хирургическое лечение, удаление самой опухоли, потом лучевая терапия и гормональное лечение, использование гормональной терапии. Итак, натуропатия используется во время, а также после. Дело в том, что очень важно понимать, вот эти стандартные методы лечения, они составляют от всего, от всей длительности самой болезни всего лишь несколько процентов. А натуропатия, да, возможно на протяжении всей длительности заболевания. Поэтому я уверен в том, что нельзя недооценивать этот метод натуральной медицины. Также необходимо учитывать еще одну очень важную особенность. Когда мы говорим о применении натуропатии при опухолевых заболеваниях, имеется в виду, по сути, влияние на метастазирование. Потому что уже опухоли нет. Она либо удалена, либо лучевая терапия проводится. И остается задача повлиять на процесс метастазирования. И это делается с помощью лекарственных трав. Первая задача – это изменить диету. Потому что на самом деле именно в рационе питания содержатся те вещества, которые могут как затормозить процесс метастазирования, так и усилить. И поэтому мы должны в диете сделать некоторые важные изменения. Первая вещь – это избавиться в пище от рафинированных углеводов. Ведь недаром такой метод исследования, как позитронная эмиссионная томография или ПЭТ-КТ, используется очень часто радионуклеид на основе глюкозы. То есть именно вот этот радионуклеид способен зафиксировать метастазы, их накопление, вот этого вещества. Насколько вот эта фтор-дезоксиглюкоза, она накапливается в теле. И мы костно говорим о том, что есть ли метастазы в данной области, либо нет. И что характерно, что это является углеводом. Вот это радиофармацевтический препарат на основе углевода. Поэтому следует, конечно же, избегать углеводов, рафинированных, макаронные, булочные изделия и так далее. Дело в том, что очень сложно поменять пищевую привычку. Ведь мы смотрим на еду как на источник энергии, а на таблетки как лечение. Но на самом деле ни в китайской медицине, ни в Айурведе нет такого различия. Там еда является лекарством и нет никаких отличий в этом. Необходимо использовать как можно больше фитонутриентов. Необходимые продукты, которые очень плотны по своему содержанию фитонутриентов. Это цветные пигменты, по сути дела, которые обладают антиоксидантной активностью. Вторая составляющая – это эфирные масла. Я не имею в виду те эфирные масла, которые кладутся в аромолампу и используются для того, чтобы создавался какой-то аромат в доме. Совершенно нет. Задача здесь стоит совершенно другая. Дело в том, что эфирные масла – это одни из наиболее биологически активных растительных веществ. И в том числе, наряду с биологической активностью, у них есть достаточно выраженные противоопухолевые свойства. Так вот, эфирные масла могут наноситься локально на место опухоли. Точнее, то, что было на этом месте. И дело в том, что синтетически очень сложно синтезировать эфирные масла, которые бы по своим биологическим свойствам были бы похожи на натуральные, естественные аромамасла. Первое – это эфирное масло мира. Оно используется местно, локально, на кожу. Эфирное масло мира можно наносить на проекции лимфатических узлов. И на зону лимфатического оттока от молочной железы. Тем самым мы сможем повоздействовать этими эфирными маслами, которые обладают противоопухолевыми свойствами, и оказать антиканцерогенные действия. Эфирные масла являются жирорастворимыми веществами. И поэтому они легко проникают через кожу, то есть трансдермально, и могут очень неплохо абсорбироваться и достигать зоны интереса. А зона интереса – это лимфатический отток, чтобы туда попадало максимальное количество противоопухолевых веществ. Для этого необходимо наносить три раза в день эфирное масло мира и другие эфирные масла, о которых я сейчас буду говорить. Следующее – это эфирное масло ладана. Ладан содержит альфа-пинен. Альфа-пинен обладает выраженными противовоспалительными свойствами. Дело в том, что патофизиологи знают, что предшествует опухолевому процессу воспаления. И, снижая уровень воспаления, мы можем косвенно воздействовать на процесс метастазирования. Следующее эфирное масло – это сандаловое масло. Оно также обладает противоопухолевыми свойствами. Очень хорошее эфирное масло – куркумы. В эфирном масле куркумы куркуминоиды находятся в жирорастворимой форме, поэтому они лучше поступают в кровоток. Также можно использовать куркуму внутрь в виде смузи, в виде коктейлев. В случае, если куркума находится с жирами, его биодоступность повышается. Также в куркуме содержится тумерон. Это вещество, которое очень интенсивно изучено в опытах, и доказаны его тоже полезные эффекты, из которых для нас важен противоопухоль. Также важно использовать эфирные масла имбиря и лимона. Это уже пищевые растения, поэтому эти эфирные масла можно уже в более высоких дозах потреблять внутрь. Дело в том, что сандаловое масло или масло эвкалипта, масло эфирное масло ладана, мира и сандаловое, они являются достаточно токсичными при приёме внутрь. Поэтому есть определённые методики применения их внутрь, но надо соблюдать определённые правила, то есть титровать дозу, потихонечку её повышать до максимально эффективных. Но эфирное масло пищевые, эфирное масло коркумы, эфирное масло лимона и эфирное масло имбиря, их можно использовать в больших концентрациях внутрь. В этом случае мы не только внешне можем воздействовать эфирными маслами с противоопухольными свойствами, но также и внутрь. Таким образом, в большей степени эфирные масла ладана, сандала и масла мира мы используем локально, трансдермально, а эфирное масло куркумы, эфирное масло лимона и масло имбиря мы используем внутрь. Эфирные масла, которые принимаются внутрь и в лечебных дозах, должны обладать экстра качеством, потому что если не соблюдается технологическое условие, то может быть повышенная токсичность. Я уверен, что эта информация об использовании противоопухолевых ингредиентов в составе эфирных масел является для вас новой, поэтому если у вас есть возможность поделиться с этой информацией или кому-то она нужна, то обязательно нажмите на кнопку поделиться и пускай это видео получит большее распространение.